Привет, друзья! И добро пожаловать в небольшую серию мини-уроков по ZBrush 2020, который в преддверии 2020 года с большим мешком-подарком ворвался в индустрию. Как обычно бывает у Pixelogic, фактически обновления отличаются от ожидаемых. Некоторое время назад на прошедшем саммите презентовалась новая версия, мы делали по ней обзор. На сайте он есть, можно почитать. Тем не менее, по факту в релизе гораздо больше фишек, инструментов и новых возможностей. Вся серия этих мини-тутеров будет разделена по логическим главам, и кроме общего обзора вы сможете найти эти уроки. В дополнение к уже существующим активного курса ZBrush, который есть у нас на сайте, будут добавлены эти уроки и новые возможности. Поэтому все уроки будут разделены. И сейчас мы поговорим о холсте и о его возможностях, о новых возможностях, которые появились здесь. Итак, после открытия ZBrush мы сразу видим в углу, в левом верхнем углу, миниатюру. Вообще, у ZBrush выходит инструмент, и ты невольно задумываешься, а как, в принципе, раньше можно было обходиться без этого. И вот один из них, как раз вот это превью, thumbnail, позволяет отсматривать силуэт модели в мини-окне. Итак, если активировать какой-то tool, видим сейчас, что один объект находится в режиме редактирования edit, второй статичный на холсте. И оба они отображаются в миниатюре этого холста. Если холст очистить, остается только один, этот активный tool, и его отображение здесь. То есть все, что у нас находится на холсте, будет записываться сюда. Если нам раньше приходилось открывать Flat Material, чтобы оценить силуэт, теперь это можно делать вот здесь. И настройки этого инструмента есть в меню Preferences. Я вынесу их в правый трей, и вот здесь сап-палитра thumbnail как раз есть настройка этого отображения. Первая кнопка включает-отключает возможность миниатюры, а вторая кнопка Silhouette Mode. То есть переводит либо в режим силуэта, плоский шейдинг, либо в миниатюру холста. Ну, как правило, силуэт мы используем для более четкой оценки форм. Вот как раз на таких контрастных изображениях, черное на белом или белое на черном, это очень хорошо отыгрывает и позволяет оценить форму. Слайдер Size определяет разрешение, по умолчанию стоит 128, то есть разрешение миниатюры в пикселях. Чтобы регулировать этот параметр интерактивно, не обязательно заходить вот сюда в менюшку. Зажимаем левую кнопку мыши на миниатюре или правую кнопку мыши и растягиваем. Для уже точных значений вбиваем в настройках. Следующий слайдер Magnify регулирует масштаб миниатюры, то есть не разрешение, а именно масштаб. Мы можем сделать его вот таким большим, но видим, что разрешение от этого не меняется и пикселизация пошла. Тем не менее, это по-прежнему миниатюра, она работает, соответственно, документа, но отвечает только за размер. Также есть интерактивное воздействие. Правая кнопка мыши плюс shift или левая кнопка мыши плюс shift меняют этот параметр. По умолчанию стоит единица. Следующая возможность изменить background, изменить фон. Вот эту подложку, здесь у нас есть пикер, при зажатии он появляется и перетаскивая на любой цвет мы получаем отражение этого цвета в миниатюре. И сама модель становится контрастным этому цвету, цветом. И если поставить абсолютно черный цвет, то фон будет сливаться с цветом холста. Какой бы цвет холста мы здесь не выбрали, цвет документа, скажем, вот такой, она всегда будет прозрачный. Я сейчас сбросил документ и видим, что здесь как бы ничего нет. На самом деле превью есть, но оно сливается с холстом. Если добавить геометрию, то уже видим результат отображения. Я верну белый цвет для рассмотрения других возможностей. И еще одна кнопка здесь есть, export thumbnail. Она экспортирует эту превьюшку в качестве изображения в выбранном формате. И еще дополнительные возможности в качестве подложки этой миниатюры. Можно использовать любую текстуру. Для этого нужно просто кликнуть на миниатюре и выбрать эту текстуру. По умолчанию она создается размера, который соответствует полному отображению этой текстуры. И если кликнуть еще раз, выбрать off или выбрать другую текстуру, будет показана уже другая текстура. Вот такую текстуру я добавлю, например. Ну и соответственно сейчас при экспорте будет экспортироваться уже изображение с текстурой. Повелевать вот этой текстурой можно тем же образом, как мы работаем на холсте. Я зажимаю alt и правую кнопку мыши перемещаю эту текстуру. Зажимаю alt, кнопку мыши отпускаю alt, управляю масштабом. Вращения тут разумеется нет, это 2D объект. Но есть еще одна возможность, которая позволяет замастить миниатюру изображением с холста. Для этого я зажимаю control и кликаю по этой миниатюре. Сейчас если подвинуть, видно, что изначальный силуэт, он остается на месте. И это по-прежнему является текстурой. То есть ее можно перемещать, можно вот так убрать, можно отскейлить и так далее. Вот такая очень интересная возможность, облегчающая процесс отсматривания силуэта для корректной работы с формой. Идем далее. И следующая возможность, которая есть для более удобной работы с документом, с холстом, это camview. Это трехмерная фигура и ручки осей выравнивания. По умолчанию здесь стоит бюст Тимофея Николаевича. И вот здесь вверху стрелки, по которой можно ориентироваться. Если модель мы поворачиваем в пространстве холста, то и здесь эта превьюшка отображается вот так. Ну, это не превью самой сцены, да, как здесь. Это просто дефолтный бюст, который показывает нам направление по осям. Это не трехмерная модель, это обычная картинка. Дальше мы посмотрим, как она выглядит. И какая удобная особенность у нее есть. Во-первых, мы можем не только здесь вращаться, но вращаться и за саму эту миниатюру. И тогда угол вращения будет кратным 45 градусам по разным осям. И если здесь мы начинаем вращение, то миниатюра уже имеет вот такой вид. Хотя она сейчас не соответствует модели 45 градусам. Миниатюра уже принимает вот это положение. И одинарным кликом по ней мы можем выровнять всю модель соответственно этому углу 45 градусов по оси Х и 45 градусов по оси У. Ну и разумеется, это не вращение сабтула, то есть трансформации никакой нет, это просто вращение самого тула, сабтула перед камерой. В нашем курсе по ZBrush мы изучаем широкие возможности пола, Gizmo 3D, в частности для ориентирования. И теперь у нас есть еще одна дополнительная возможность. Это новый инструмент CamView. По кликам на рукоятках осей мы будем выравнивать эту модель по указанной оси. Красная ось Х, Y зеленая, Z синяя. Одинарный клик выравнивает в негативную сторону, повторный клик выравнивает в позитивную сторону. Эту модель, если немного изменить ее форму, будем видеть, как влипается отображение на холсте. То же самое будет с другими рукоятками. Одинарный и повторный клик. Настройки этого инструмента находятся также в Preferences, строчкой выше предыдущего. Первая кнопка включает-отключает эту возможность. Слайдер определяет размер. По умолчанию также 128 стоит. Кнопка Next выделяет следующую из имеющихся миниатюр. Вот такой бюст. Собака. И так далее. Но более того, мы можем создать собственный манипулятор из активного тула. К примеру, есть у нас вот такой тул. Выравниваем его строго по оси Z. Если Лесси, то Лесси смотрит в камеру. Если Тимофей Николаевич, то он должен смотреть в камеру строго по оси Z. Делаем выравнивание. И нажимаем Make Cam View. Идет просчет. И после этого мы имеем уже вот такую миниатюру здесь. Сейчас здесь нет ручек осей. Но видим, тем не менее, что изображение добавляется сюда. И здесь уже можем ориентироваться на нее. Другое дело, что здесь польза от этого конуса маловато. Более абсурдная ситуация была бы только сферу сюда поместить, чтобы по ней ориентироваться. Но тем не менее, у нас произошел этот процесс. И вот что является результатом этого процесса. Это текстура, которая содержит в себе 40 изображений, 40 положений этой фигуры. И эту текстуру можно экспортировать, как мы это уже умеем. Экспорт. И положить ее нужно вот по этому пути. Если версия ZBrush 2020, соответственно, кладем сюда. А в последующих версиях меняется только вот эта папка ZBrush. Кладем сюда. И здесь, кстати, можем сейчас посмотреть, как выглядят дефолтные текстуры. Вот так выглядит изображение с собакой. То есть просто несколько положений. И сюда еще добавлены вот эти манипуляторы осей, которые позволяют как раз выравнивать. И сейчас создадим свой тул, свой манипулятор. Если вдруг у вас возникнет такая необходимость. К примеру, если переключаться здесь, между манипуляторами, то можно увидеть, например, вот такую камеру. То есть это трехмерный объект, который не имеет ручек, но имеет вот такие манипуляторы. Красный, зеленый, синий. По клике на которых происходит выравнивание, либо инверсия. И как раз вот на примере такого мы сейчас и создадим. То есть трехмерный. Не просто здесь, а с рукоятками осей, которые можно точно так же дорисовать в Photoshop. Главное правило таково, что цветовой код этих рукояток должен быть абсолютным красным, синим, либо зеленым цветом. Хотя это и бьет немного по глазам в конечном итоге. Но вот такое правило есть, что обязательно вот этот цвет должен быть здесь. Но об этом еще поговорим сейчас. Это к слову о том, что если будете рисовать вот эти ручки-манипуляторы в Photoshop, во-первых, нужно следить, чтобы они не вылазили за границу каждого отдельного изображения. Здесь можно слайсом раскроить и посмотреть. Но в Photoshop это другая история, сейчас не об этом, да? Просто имейте в виду, что вот этот цвет, он должен быть... Вот здесь 254 стоит, но 254 еще допустимо. 253 уже не сработает. И 255, то есть абсолютно красный цвет, абсолютно зеленый, либо абсолютно синий цвет. Итак, создаем трехмерный тул. Вы можете добавлять свою форму. Здесь он имеет вот такой вид. Сейчас посмотрим, почему сделано именно так. И вот такой полипейнт у него тоже есть. То есть это один саптул. Один саптул разбитый на разные полигруппы для удобного манипулирования. И оставлены как раз вот эти, скажем так, рукоятки, да, которые будут рукоятками впоследствии. И вот эти рукоятки, они имеют абсолютные цвета. То есть сейчас, если я нажму просчет этой миниатюры, проходит просчет. И мы имеем в углу вот такое изображение, да? Здесь снова по красным рукояткам, если проходит клик, получаем выравнивание по оси X. Зеленые рукоятки по оси Y и синие по оси Z. То есть не бьет по глазам этот полипейнт и не будет сильно отвлекать от сцены. Тем не менее, сами вот эти рукоятки, они бывают очень полезны. Потому что здесь позиционировать не всегда бывает удобно, особенно если сцена большая. А здесь в один клик мы можем выравнивать и инвертировать по разным осям. Итак, вот мы просчитали, да, сейчас, почему элементы расположены именно так. Ну, в данном случае просто логотип, он плоский. Поэтому для большего объема добавлены вот эти ручки. Потому что спереди красные и синие рукоятки, они считаются как плоская фигура в миниатюре. И здесь удобнее хвататься, нажимать на эти кубики. Ось Y такой вид имеет, сверху и снизу видна. И ось Z тоже отстоит от основной формы, чтобы здесь к ней был доступ. Ну, точнее не ось, да, а элемент, который отвечает за выравнивание по оси Z. И как происходит весь этот процесс, какие важные нюансы здесь есть. Если я нажимаю и хочу покрасить вот эти элементы, например, в красный цвет, да. По-прежнему здесь все в рамках одного саптула проходит, просто остальная геометрия скрыта. И очень важно здесь выбрать Flat Color. То есть абсолютно плоский цвет. И здесь в настройке, если заливаем красным цветом, все слайдеры уводим в 0, оставляем только красный. И Fill Object заливаем этот объект. Точно так же делаем со всеми элементами. Так же заливаем синий, так же заливаем зеленый. Только в этом случае будет работать навигация вот по этим осям. Если мы отступим в коде цвета на 2-3 значения, уже не будет работать. Так что если просто хотите цветной манипулятор без привязки к ручкам для выравнивания, можете использовать Polypaint любой, какой захотите. К примеру, здесь есть вот такое изображение. Да, оно цветное, но тем не менее не повторяет ни одного из этих цветов. Здесь нет абсолютных значений цвета. И спокойно можно использовать обычный Polypaint для манипуляторов, отдавая уже абсолютные цвета. Итак, у нас есть текстура на вот таком фоне. И есть сейчас сразу отображение. Что будет, если мы изменим цвет фона документа, скажем вот так. То есть зададим градиент. Сразу видим, что здесь фон уже не вписывается в подложку. То есть это является картинкой, опять-таки, которая в углу меняется в зависимости от положения камеры. Чтобы фон был прозрачным на любом цвете документа, нужно изначально задать черный цвет, абсолютно черный цвет у документа. Полностью убрать градиент и уже вот так просчитать. Все, мы получаем изображение на черном фоне. То есть та же история, что и здесь. Если хотим, чтобы не было цвета, просто делаем абсолютно черный фон. И сейчас уже меняя цвет документа на такой, видим, что здесь нет никакого фона. Так, еще раз я выставляю нужные настройки. Обязательно выравниваю. Вот такое положение в камеру. Делаю просчет. И эту текстуру нужно сейчас экспортировать. Но прежде чем экспортировать, еще пару слов. Видно, что сейчас изображение прилегает к рамке. Для меня это не совсем удобно. Такое прилипание. Хочется воздуха побольше. Поэтому нужно что-то с этим придумать. Но так как логотип, он по большей части плоский. И при создании вот этой оси вращения, как раз так и получается, что он съезжает сюда. То есть если бы он был близок к кубической форме, здесь бы был отступ. Тем не менее, так как логотип плоский, мне нужно еще кое-какие манипуляции произвести. Текстуру экспортируем. Даю ей промежуточное название, чтобы потом быстро удалить. И открываем ее в Photoshop. И вот здесь задача отскейлить каждый этот элемент. И в итоге получить вот такую форму. То есть не такую, да уже более дышащую, так скажем, форму. Делается это через раскройку и через экшен, который быстро позволяет скейлить каждый сегмент. Но сейчас опять-таки не о Photoshop. Просто имейте в виду, если вдруг возникнет такая необходимость, алгоритм действий можно использовать такой. Документ я сбрасываю. И конечный файл не забываем сохранять в директорию программы. Вот здесь лежит в моем случае файл. И в ZBrush теперь, если выбирать из списка, то вот он имеет такой вид. По умолчанию я оставлю размер. И вот здесь он находится, как раз дышит по краям. Работают кнопки и работает позиционирование по осям. И что самое главное, не бьет по глазам. По новшествам документа в 2020 Brush все на этом. Остальные фишки рассмотрим далее. В следующих уроках.